Здравствуйте, с вами Павел Гончаренко и это советы от шеф-повара. Отныне я буду делиться с вами самыми интересными, важными и нужными кулинарными секретами. Я расскажу и покажу вам, как правильно готовить и подготовить продукты, их полезные свойства и, конечно же, особенности различных кухонных процессов. Сегодня мы с вами поговорим о соли. Я расскажу и научу вас, как употреблять соль с пользой и без вреда для организма. Соль – пищевой продукт, вкус которого известен любому из нас с детства. Ее используют с древних времен и без этой специи не обходится почти ни один рецепт. Существует множество кулинарных правил и советов, когда и сколько нужно солить. Сейчас мы вместе с вами их вспомним. Итак, совет первый. Любые жидкие и полужидкие блюда нужно солить только тогда, когда они уже готовы. Продукты равномерно впитывают соль лишь в конце приготовления. Вот, например, мясной бульон солят за 20-30 минут до окончания варки. Так он станет прозрачным. А грибной солят в самом конце. В овощные супы добавляют соль за 10 минут до конца, а вот бобовые солят вообще после приготовления. Если это сделать вначале, то они будут вариться очень долго, но из этого правила есть исключение. Если вы варите мучные изделия, а также рыбу, уху или овощной бульон, то солить воду нужно вначале. В этом случае вода закипает гораздо быстрее. Совет второй. Мясо надо солить умеренно. В нем уже содержатся различные соли. А вот если вы его тушите, советую добавлять вам соль за 10 минут до конца приготовления, иначе мясо будет жестким. Куски мяса при жарке солят только тогда, когда на них образовалась румяная корочка. Как правило, за 3 минуты до окончания готовки. В противном случае они будут сухими и жесткими. Мясные же блюда, приготовленные на вертеле, солят перед самым концом жарения. А печень во время жарки вообще не солите, иначе она получится слишком жесткой. Мой вам следующий совет. Поговорим о рыбе. Запомните, ее всегда нужно солить обильно. Чтобы она стала плотнее, солите ее за час до жарки. Если вы собираетесь жарить или тушить рыбу, то солить и перчить ее лучше в сыром виде. За 10 или 15 минут до приготовления. Тогда она у вас не развалится. А вот рыбу для запекания в духовке солите за 5-7 минут до приготовления. И последний на сегодня совет. При жарке овощей соль добавляют в самом конце. Иначе они получатся тушеными. Если делаете баклажаны, то солите сковороду, а не сами овощи. Так как их практически невозможно пересолить. А вот салаты из сырых овощей приправляйте солью перед самой подачей к столу. Так из них не выделится сок. Как видите, солить еду целое искусство. Если вы знаете другие правила этого непростого дела, поделитесь ими на наших страничках в соцсетях. И так о них узнает все Запорожье и область. Больше советов ищите на сайте vinigret.tv5.zp.ua И помните, что не досол на столе, а пересол на спине. С вами был Павел Гончаренко. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова